Всем привет! Меня зовут Таня, и я очень рада, что вы вновь на моем канале. Сегодня, девочки, будут покупки из Магнит Косметик. В этот раз, я, пожалуй, думаю, что это самый удачный улов из этого магазина, который я могла только себе представить. Я покажу вам всё, что я купила, и расскажу, потому что я это уже протестировала, и расскажу о действии данных товаров. Первое, что я покажу, то, что я купила, всё куплено по скидке. 28 числа была скидка 20%, всё куплено в этот день. Это вот такие новые лезвия-жилет. Написано «3 в 1», то есть «3 покупаешь», «1 лезвие в подарок». Я всегда беру вот такие розовые жилеты. Мне нравится, что здесь тройное лезвие, и хорошо выполняет свои функции. То есть, к лезвию претензий нет. Я считаю, что по скидкам это самый удачный выбор лезвия, который можно приобрести в Магнит Косметик. Также купила маме краску. Она у меня красится, вы знаете, в красный цвет. И я купила красный гранат, потому что красный гранат вообще сейчас в масс-маркете найти очень сложно. То уходит в ржану, то в коричневу, то ещё куда-то. Не знаю куда. Но только не красный гранат в том представлении, который он был раньше. Ну, купила вот палет, вот такой красный гранат, кто красится в такой цвет, присмотритесь. Неплохой цвет, хорошо убирает ржану из предыдущего цвета, хорошо закрашивает седину. Вообще краски палета, я думаю, знаете, да? Но блондинкам, конечно же, палет я не советую, потому что это просто будет большая ошибка при перекрашивании. Если вы захотите перекраситься в какой-либо цвет другой, то после палет очень сложно перекраситься. Купила щётку от ROX, это у нас Black Edition, особая текстура щетинок. Сама щётка выглядит вот так, она чёрная, и вот такие у неё скошенные щетинки. Я купила средней жёсткости, здесь написано на коробочке, чтобы особая щетина не травмирует эмаль и дёсна. Форма ручки препятствует скоплению бактерий. Действительно, здесь такая щетина, то есть, отличается от других щёток, и стоит она, конечно же, по скидке 215 рублей. Но, что самое удивительное в этой щётке, то что, допустим, вы когда чистите Colgate и берёте какую-то другую щётку, поверьте мне, вы увидите разницу. Касаемо этой щётки, могу сказать, что именно, может быть, за счёт скоса вот такого щетинки, то есть, есть разница в чистке зубов. Не знаю, как это объяснить, но кто пробовал сменить щётку на какую-то другую, тот, я думаю, меня поймёт. Особо не буду долго задерживаться на щётке, потому что много всего интересного другого. Ещё что я купила. Всё, теперь пошло самое интересное. Купила ещё один карандаш от Stellar. Купила номер первый. Rose Nude. Называется дымчато-розовый. Что могу сразу сказать и отметить, что не совпадают цвета, когда карандаши вот так лежат в этих стойках, не совпадают цвет карандаша и вот этой штучки. Так что будьте внимательны, кто будет покупать, вам может показаться, что там он красивее, там он розовее, но на самом деле будет у вас немножко разочарование, когда вы придёте домой и посмотрите, как на самом деле выглядит цвет. То есть, ну, как бы немножко он не совпадает, я считаю. Я купила номер первый оттенок и он очень красивый. Он такой, знаете, розовый. Написано дымчато-розовый, но вот. Но уходит он в какую-то... Даже бы... Всё равно он уходит немножко в коричневинку и немножко в такой... Именно вот пыльный розы такой цвет. И за счёт этого он смотрится на лице хорошо. Сейчас он у меня нанесён на губы, но в растушёванном виде и сверху нанесён блеск. В таком виде он смотрится неплохо. В растушёванном можно увеличить им губы, то есть не особо будет заметно. Естественно, если вы не будете вот так вот мазать, то будет всё хорошо. Мне очень понравился карандаш, цвет. Опять же, пока вы не начали точить. После точения могут быть вот эти комочки, про которые я уже рассказывала. Следующий продукт, который я хотела очень попробовать, потому что многие его нахваливают. Многие прям вообще нахваливают. Просто его идеально. Это, конечно же, матовый тональный крем. Выглядит он вот так. Я взяла в 202 оттенке. Написано светлый фарфор. Вообще непонятная там расцветка. По-моему, их всего там три вида. И почему-то самый первый темнее, чем другой. И, естественно, свочи ты сделать не можешь, потому что нету тестеров. Но я взяла как бы 202 светлый фарфор. На упаковке, во-первых, маленькая упаковка. Хочу сразу заметить, 25 мл. И она кажется совсем-совсем такой малышкой. В принципе, с одной стороны, хорошо, что вы используете его до конца. Потому что его нужно немалое количество. Я его ещё не пробовала. Написано матирующий тональный крем. Изготовитель, что самое удивительное, написано Швейцария. Попробуем. Не знаю, кто, девчонки, покупал вот такой крем тональный. Кого я смотрю, те его нахваливают. Многие говорят, что он не так матирует. Другие говорят, что он окисляется. Я пока не попробовала. Мы с вами попробуем это в новом видео. И посмотрим, как он ведёт себя на коже. И вообще, что-то либо замазывает он или нет. И матирует кожу он или нет. Следующий продукт, я его протестировала уже вдоль и поперёк. Сегодня он у меня нанесён. Если вам на камеру кажется, что у меня сегодня очень много румян. Это действительно так. Потому что я купила вот такую палетку. Три в одном. Ну, она шла по скидке, без скидки, которая 20%. То есть, она шла 299 рублей. Я её давно хотела попробовать. Здесь вот такие цвета. И сегодня у меня вот этот. И скульптор, и румяна, и хайлайтер. Всё на мне. Называется, всё самое лучшее дело сразу. Касаемо скульптора, якобы. Могу сказать, что в одно... В один цвет он рыжит. По крайней мере, на мне он рыжит. Мне пришлось немножко добавлять ещё своего скульптора от эстрады 208-го оттенок, чтобы не смотреться немножко рыжеватый. С ними невозможно переборщить, мне так кажется. Если вы будете много раз наносить. То есть, у меня нанесено, наверное, раза в три. Единственный такой момент, как мне показалось. Вы когда наносите сначала, вам кажется, что у вас на лице ничего нет. Но потом проявляется цвет, и поэтому я когда наносила румяна, мне казалось, что на моём лице ничего нет. Но потом они проявились, и оказалось, что их очень много. Ну, я не стала убирать, как бы, чтобы вам было видно. Ещё такой момент. Скульптор неплохой. То есть, вообще, вот эта палетка мне очень понравилась. Пахнет, девочки, Руберос. Вот пахнет вот этими большими наборами от Руберос. Просто невозможный вот этот запах китайщины. Я не знаю так. Тут просто заклеено вот этой фигнёй, которую они клеят. И невозможно прочитать ни изготовителя, ничего. В общем, пахнет Руберос. Я когда открыла, просто вот этот запах в нос. Это конкретно. Скульптор неплохой. Касаемо хайлайтера. Он такой очень деликатный. То есть, с ним переборщить, наверное, можно. Если наносить его влажным спонжем несколько раз. Он сегодня тоже у меня, он здесь, на мне. Такой момент, что... Сейчас посмотрю я вблизи. Ну, я бы не сказала, что он что-то подчёркивает. То есть, могу сказать, что он не подчёркивает текстуру кожи. Но он у меня нанесён в один слой немножечко. И под брови тоже он у меня нанесён немножко. Если его много наслаивать, то он, наверное, подчёркнёт текстуру кожи. Касаемо румян. По скидке шли отдельные однушки румян. Тоже от Стеллари. И мне показалось, что вот этот оттенок там очень красивый. И он с шиммером. То есть, конкретно однушка с шиммером. Я подумала, зачем покупать однушку, когда у меня есть тройка. И здесь точно такие же румяна. Но нет, здесь немножко другие румяна. Здесь нет шиммера. Здесь полностью палетка и хайлайтер, и румяна матовые. Я не вижу в них никакого шиммера. Может быть, какие-то... Ну, прям... Нет. Румянах нет. И как бы хотелось бы именно ту палетку, чтобы однушку они положили именно вот в этот набор. И было бы вообще круто. Но... То есть, палетка... В принципе, достойного качества за эту цену по скидкам. Опять же, такое, знаете, как универсальная палетка взять с собой куда-то в дорогу. То есть, чтобы не таскать однушки свои. Это раз. Во-вторых, подходит для новичка. То есть, с ней особо невозможно переборщить. Но если вы будете много наслаивать или влажными какими-то способами наносить, то вы, конечно, переборщите. Но так на лето хайлайтер... Ой, не хайлайтер, а вот этот скульптор, он будет подходить больше на загорелую кожу. То есть, когда мы немножко подзагорим летом, он будет идеально смотреться. Он не будет так уходить в ржуну, потому что кожа, когда белая, он, конечно же, будет уходить в ржуну. Но этой палеткой я очень довольна. Несмотря на то, что запах... Вот я сейчас ее держу открытую. Я просто сижу, задыхаюсь, потому что запах Робероса вот этих больших наборов просто бьет в нос. Это какой-то вообще кошмар, девочки. И еще два продукта, которые я купила. Но один был куплен, конечно же, в Магнит Косметик. А второй был просто протестирован в Магнит Косметик. И я вам расскажу тоже такие способы немножко сэкономить ваши денежки. Первое, что я купила, это вот такую водичку. Я думаю, многие ее видели. И сейчас я ее при вас открою, потому что она у меня до этого была несколько раз. Я ее использовала просто до конца. Это многие говорят, что это как бы подделка под Дио... О, нет, под Версачи. Я вам ставлю картинку под Версачи от Кристалл. У меня была оригинальная такая туалетная вода. И я ее просто обожала. Был маленький такой флакончик. Пробник у меня доставался в каком-то журнале. А потом я купила маленький такой флакончик. И я им просто наслаждалась. Были восточные, сладкие такие духи, которые долго держатся. И когда я увидела вот этот флакончик, мне показалось, естественно, что это просто флакончик один в один. И запах очень похожий. Просто запах реально похожий. То есть сладкий такой, восточный, цветочный. Не знаю, здесь говорят, что и фруктовые какие-то нотки. Ну, я не умею описывать. Предлагаю вам... То есть по скидке он сейчас стоил 199 рублей. Многие скажут, что это за такое за 199 рублей. Ну, кому нравится запах, на мне, на одежде, он держится около 4-5 часов. То есть я его ощущаю. Многие говорят, что на себе вы не должны ощущать запах. Может быть, это и так, но мне не нужна туалетная вода, которую я не буду ощущать. Я же должна тоже наслаждаться запахом. Вот. Запах не на каждый день. То есть такое, знаете... Многие говорили, что на осень, но по настроению. Я вообще считаю, что каждый запах, это по настроению. Зайдите, протестируйте. Если вам понравится, можете ждать скидки. Потому что скидки... Там ещё розовый такой флакончик и ещё какой-то есть. Потому что мне показалось, что три варианта данных духов. Но именно вот этот мне понравился очень. И ещё один такой момент. Мне на Вэлборисе выпала однажды туалетная вода от Антонио Бандерс. И я по отзывам почитала, что это что-то сладкое, что-то вкусное. И очень захотелось её попробовать. Зашла в один магазин. Не было тестера. Зашла в Супермак. Был тестер. Я его понюхала. Просто запах восхитительный. Зашла в Магнит Косметик. И он тоже там появился. Запах просто восхитительный. И я, конечно же, на Вэлборисе, потому что на Вэлборисе дешевле всего, заказала вот такую туалетную воду. Сейчас идёт реклама. Вот такая с Антонио Бандерсом. Классный, девочки, аромат. Классный. Вот так выглядит красиво флакончик. Видите, даже запах соответствует моему любимому свету. Фиолетово-сиренево. Такой градиент красивый. Я на Вэлборисе взяла 50 мл. Пожалела, если честно. Была разница с 80 мл. 150 рублей. Думаю, вдруг не понравится. Но реально пожалела. Потому что запах просто шикарный. Зайдите, протестируйте. Знаете, напоминает какую-то воду. Я не могу вспомнить какую. Какую-то из прошлого. И, ну, по крайней мере, никто не написал в отзывах, что это какой-то дешёвый аромат. Это сладкий аромат. Какие-то фруктовые, наверное, нотки здесь есть. Я вам вставлю, может быть, описание, если найду. Но зайдите, протестируйте. Потому что его не было в Магнит Косметик. Сейчас он появился. Там, жёлтый, который прозрачная упаковка пахнет. Просто отвратительно. Это просто травить тараканов, я считаю. Это запах. Извините меня, может быть, кому-то нравится. Но, по крайней мере, первое впечатление именно такое. И ещё розовый какой-то есть. Не было его открытого в тестере. Но вот это последняя классная. Плюс Антонио Бандерас. Я думаю, плохого не посоветуют. Хотя мужские ароматы есть просто отвратительные. Так что, девчонки, вот такая туалетная вода. Я надеюсь, вам понравились мои покупки. Потому что я ими очень довольна. Палетка вообще супер, я считаю. Тональный крем мы с вами протестируем в отдельном каком-то видео. И плюс туалетную воду. Обязательно ходите, тестируйте. Не покупайте так вот. Надо понюхать, походить. Я всё пшикаю на разные бумажки. Хожу по магазину. Могу выйти и потом вернуться. Если запах какой-то вот остаётся на следующий день. Допустим, вы его вспоминаете, этот запах. То надо, конечно же, брать. Потому что это просто, наверное, тот аромат, который ваш организм, ваш ум запомнил. Если кто-то уже что-то купил из того, что я показал, обязательно делитесь в комментариях. Я всё читаю, мне всё интересно. Спасибо, девочки, что были в этом видео со мной. Всем хорошее настроение, всем любви, счастья и терпения. Будьте красивы, будьте любимы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok